Уже подсчитали, во сколько обойдется реконструкция спортивного стадиона в Усолье-Сибирском. Потребуются миллионы, но после ремонта объект сможет соперничать с площадками, на которых тренирует олимпийскую сборную. Что сделано к сегодняшнему дню и какие работы только предстоит провести в курсе Алена Планенко. Звуки строительных инструментов впервые за 40 лет звучат на Усольском стадионе. В капремонте он нуждался давно. Старое покрытие уже сняли. Предстоит заменить и устаревшую систему освещения. Работу выполняют по европейским стандартам. После реконструкции даже погодные капризы не должны быть препятствием для занятий спортом. По краям поля и между резиновым покрытием, специальным покрытием, дорожек, будут делать лотки. Эти лотки будут играть свою роль, чтобы стекала вода и с поля, и с этих резиновых беговых дорожек. Весь ремонт займет не один месяц. Первый этап планируют завершить к 1 декабря. А вот приводить в порядок внутренние помещения стадиона начнут только в следующем году. Но и руководство, и юные спортсмены готовы ждать. Ведь после капитального ремонта на стадионе смогут проводить соревнования высокого уровня. На сегодняшний день, я знаю, только два стадиона такого покрытия имеют. Это в Новогорске, в Подмосковье, где тренировочная база олимпийской сборной страны. И в Чебоксарах, где проводятся все чемпионаты по лёгкой атлетике и перенство. И у нас будет такой стадион. Естественно, это нам даст толчок для развития спорта, лёгкой атлетики в частности. Ставка сделана и на развитие футбола. На новом поле с искусственным покрытием спортсмены смогут заниматься с апреля до поздней осени. Столь масштабные работы и финансовых затрат требуют соответствующих. На ремонт планируют потратить свыше 60 миллионов рублей. Сумма впечатляющая. Но она должна окупиться, когда на площадку, где сейчас трудятся рабочие, выйдут подающие надежды юные спортсмены региона. Алена Полоненко, новости по будням.